Анапские соловьи и разноцветные петухи на красном полотне – именно так выглядит традиционный казачий рушник. В школе номер 18 села Юровка начала работу выставка декоративно-прикладного искусства. Картины ручной работы, сложные вышивки, предметы казачьего быта, вязаные овощи, плетеные кружева, исследовательские работы стен газеты. Свои работы к началу семинара представили ученики казачьих классов со всего района. Приехав сюда и увидел такую красоту, меня, кстати, поразило, увиденное. Мы, старшее поколение казакова, которое много родилось, уже пишем свои истории и показываем примеры отваги, героизма, где защищаем интерес отечества. И даже то, что вот своими подвигами, поступками мы показываем пример нашим детям, ученикам, как надо себя вести, как надо защищать отечество. И мы постоянно об этом говорим. Со взрослыми, кстати, наши деды и прадеды, молодежь учили всему хорошее. В этом учебном году учеников в красно-черной форме стало больше. В 24 казачьих классах обучается 551 ребенок. Когда я пришел в школу, я даже не знал, что я буду в казачьем классе. Меня привела сюда мама. Когда я понял, то мне очень понравилось. Я хотел остаться в этом классе. Очень интересно. Быть казаком – это значит быть честным, добрым, ответственным, всем помогать, держать свое слово, никого младших не обижать и защищать. Старшие казаки своим примером показывают ребятам, как жить, вести себя, сохранять традиции. Работа у нас проводится какая-то патриотическая работа, охрана общественного порядка. Собрали и отправили гуманитарную помощь. Так вот, мы, являясь прямыми потомками, ну я себе скажу, что запорожских казаков мы потомки. И мы считаем, что это есть как раз национальная идея казачества, возродить казачество. Семинар начался с небольшого концерта, который подготовили казачата школу номер 18. Танцевали, пели любимые народные песни, гимн России и Кубани, читали стихи о родине. Управление образования Наталья Микитюк рассказала об организации обучения и воспитания казачат. В семинаре выступали классные руководители казачьих классов, казаки-наставники, протеерей Алексей. Казаки своих не бросают. По окончанию школы есть ряд учебных заведений, где дети смогут продолжить выбранный путь. Заканчивают они школу, учились казачьи, казачьи. После этого они могут поступить с техникой, казачьей техникой, младбинской, которую учили в ветеринарах или на нарезках. Далее есть у нас институт казачий, то есть Московский государственный институт технологии и бизнеса, Кембрюкский жилиал, на самом Московском. Он является казачьим институтом, с военной категорией. Казаки-наставник начинаются. Также есть у нас институт институты и спорта государственного края, где дальше нам дают родные места. То есть мы казачьи своих не теряем. Воспитываем патриотов родины, воспитываем будущих атаманов. В завершении семинара атаман Валерий Плотников поощри лучших педагогов и казаков-наставников благодарственными письмами, памятными наградами и подарками.